16 век в Италии. Это стиль барокко в архитектуре. Пространство, множество лепнины и главная колонна. Чем больше, тем лучше. Петропавловский найти что-то подобное для съемок была почти невыполнимой задачей. В итоге помог казахский театр драмы. Днем здесь играла своя родная труппа. Вечером, когда все уже расходились из здания, оставался один только сторож. Здесь начинали совсем другие шекспировские страсти. Причем не на сцене, а прямо тут, в театральном фойе. Учительница английского Светлана Завьялова, она же упрямица Катарина, отрабатывает удар. Семь месяцев шли съемки. За это время Светлана научилась говорить, ходить и ругаться, как классическая средневековая стерва. Мы отрабатывали этот приемчик за кадром. Старались как-то, показывали мне, как правильно держать руку. Что нужно перенести вес тела на руку, чтобы это правдоподобно красиво смотрелось. Так что сейчас я уже умею давать пощечину. Да разве слух мой к шуму не привык? Падающая пианино – это метафора, объясняет режиссер. Он же исполнитель главной роли Петруччо Александр Шенгуров. Его герой-любовник между делом даже стреляет в зрителя и все, чтобы покорить женщину. Эта сюжетная линия и стала главной. Остальных героев из фильма исключили, чтобы не отвлекали. Она нравится ему, он хочет ее заполучить, но она его отшивает и он начинает искать разные способы, чтобы как-то ее заполучить, укротить ее нрав, пыл и все-таки он ее догубается. Этот фильм может претендовать на самую молодбюджетную ленту и не только в Казахстане. На кино потратили всего 46 долларов. В итоге полный зал, овации, цветы и первые поклонники. Я должен, может быть, твоим. И буду. Я считаю, что затмил База Лурмана просто. База Лурман плачет, Ди Каприо рыдает, Голливуд раздавлен. Следующий фильм сразу на Оскар, я считаю. Милые мои, я впервые среди вас, так как я пенсионерка, но мне очень понравилась игра, ребят. Они играли как профессионалы. Молодцы! Пускай вперед и вперед и вперед. Может, наконец-то не одним, как говорится, Биг Мамбетовым будем живы. А на подходе у Петропавловской съемочной группы новый фильм. На этот раз об альтернативной реальности. Там, где отношения выяснять приходится не только людям, но и роботам. Ольга Витукевич, Дмитрий Ройс, 7 канал, Петропавловск.